Рядовой дорожный конфликт с участием полицейских перерез в жестокое избиение. Два сотрудника коммерческой фирмы ехали на служебном автомобиле по делам в Ленинском районе. По словам потерпевших, сначала их подрезали, а потом жестоко избили. Несколько дней они провели в больнице. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Я в больнице отлежал 4 дня сотрясение мозга, у меня сломан палец. Черный Рено Логан так агрессивно подрезал. Ну, я посигналил ему, значит, двигался дальше, а потом резко начал тормозить. Ну, трогаться, тормозить, трогаться, тормозить. Ну, я опять начал сигналить ему, значит, что за дебил едет за рулем-то. Логан остановился, соответственно, мы тоже молодой человек. Я схватил за грудки, кто такие, что вам надо, что вы сигналите, и буквально сразу ударил по лицу. Я здесь вот катался. То есть сначала тут, потом там. Напарника, я так понял, что прямо около машины, то есть машины где-то вот здесь примерно стояли, избили. Попытался подняться, посыпались удары по голове, ногами, коленками. И я опять упал. Отбежал, встал, отбежал в сторону, на землю туда. И он за мной бросился, куда побежал, такой-сякой, ну, матом. Сел сверху, продолжал наносить по затылку удары, по бокам, в области почек тоже бил. Он неоднократно прыгнул коленками в районе поясницы. После чего он сказал, что мы сотрудники наркоконтроля. Вы задержаны за нападение на сотрудников полиции при исполнении. Я говорю, мне очки надо взять. Я, это самое, у меня очки, он от удара, очки отлетели, куда, чего разбились. Лежи, говорит, тебе не положено, говорит, очки, они тебе в камере не пригодятся. Как будто полиция, это там, где бьют полицию. Они обязаны следить за здоровьем, как бы наркоконтроль. А получается, от здоровья только отнимают. В ГУВД Нижегородской области какие-либо подробности конфликта не раскрывают. Лишь говорят, что проводят проверку. По данному факту в Главном управлении МВД России по Нижегородской области проводится проверка. По результатам данной проверки будет дана правовая оценка действиям как сотрудников полиции, так и гражданских лиц.